Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Gremlin Serge, и такого от меня не ожидал никто! Но, аурели я немножечко предупреждал, скинул такую шуточку спойлер, а больше этого не знал никто. Это у нас червяки, а точнее Worms 4 Mayhem И все старожилы TGR сразу же крикнут Фуууууу, 3D Потому что У нас в Taurus Gaming Revival Очень хорошее отношение К червякам, все у нас обожают Червяков И на самом деле Даже проходил турнир, да и так Все их там играли, переиграли Наш основатель Ник На своем канале Проходил самую последнюю часть но в чем же вся проблема все они фанаты поклонники серии таких как армагеддон кросс пати старых таких каноничных червяков с двухмерной графикой и тому подобное но что я я вот такой вот безбожник позарился на святое и собираюсь ask осквернить это святое 3d модель почему выбор пал именно так во-первых не поверите но я ни разу не играл в 2d червячков да да я тот самый человек который никогда не играл червяков в двухмерном пространстве моё знакомство вообще с червяками вообще первый раз когда я узнал про червяков начиналось именно с этой игры и уже потом двухмерные червяки для меня казались как как-то не то как-то специфично и неправильно я привык вот к таким червякам а в эту игру я играл очень долго она классная веселая забавная единственное что я помню здесь кажется в этой версии которую я скачал вырезаны видеоролики вставочки между эпизодами и поэтому если вот я не помню если они вообще но кажется должны быть и если так то я их буду брать со стороны и вставлять чтобы все было более-менее полноценно но я думаю пора уже начинать смысл болтать пора начинать так вот я создал конечно же себе команду вот редактор команды редактировать команду и вот у меня команда тгр в ней есть аурель конечно же пред наш предводитель наша наша голова руки-длани которые следят и карают за ней идет фокс мой тезка и человек который у нас проходит визуальные новеллы а визуальным новеллам я отношусь очень хорошо и интересно хома он просто лапочка и приятный собеседник фунекс наверное человек который мне ближе по духу то есть мы с ним возможно в реальности бы дружили потому что вот такое подозрение что у нас есть много интересов общих ну и фломастер 2 рукодлани хоть он здесь на пятом месте но он на первом месте у нас и он тоже лапочка ну и конечно же ника так что так но все в принципе практически классическая я ничего практически не добавлял но и изначально здесь кастомизация достаточно таки слабенькая нам нужно будет все это открывать ребята вот здесь нет это трофейная так это мой санта играл брат так где ты закупка предметов и вот здесь вот все 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 но он то уже прошел ее поэтому все карты открыты но он вроде ничего не покупал вообще ничего так что мы будем этим закупаться ладно все я болтаю да болтаю пора начинать ну и начнем мы конечно же с обучения университет червик ли какой ужас в этом году невероятный недобор студентов если мне будет некому передать мудрость веков что же тогда делать придется закрывать университет ох надеюсь до этого не дойдет надеюсь студенты все-таки появятся это первая обучающая миссия но обучение здесь также несет немножечко смысла и сюжета так что мы пройдем да и просто мы попытаемся сделать здесь как можно больше начинаем гранаты требуют тонкого обращения тренируйтесь метания но сколько я в нее не играл за свою жизнь так я метать гранаты абсолютно не умею вообще я граната метать не умею ни в 2d червяка не в этих здесь вообще в принципе я уже потом посмотрев на давайте посмотрим великолепную вступительный ролик поиск лежать в город боже мой какие страсти и вон наши ребята стоит сидят так хочу у меня фпс никто не не дергается я хочу чтобы ты показывал что ты мне записываешь ага вот мы и приехали все совсем сайте с поезда университет новобранцы вы как раз вовремя если поможете мне мы сможем договориться это компания подвыпивших негодяев из конкурирующей школы они врываются на территорию хулиганят они меня с ума сведут если сможете их выставить а сразу же приму вас в университет но никто из нас драться не учили у нас нет оружия не беспокойтесь оружие найдете в этих ящиках и так готовы вперед старый сварливый червяк чтобы лучше видеть где находитесь находятся ящики управляйте камерой при помощи мыши также чтобы рассмотреть карту поближе можете нажать и удерживать или w либо у так ну что вот наша гвардия фокс хома фокс не зевай ай чё то вы все зазевались и аурель как всегда во главе всего этого безобразие вот такое обучение давайте наверное все таки знаете я сейчас остановлюсь посмотрю записывается или нет и вернусь к вам пожалуйста все записывается и поэтому я могу спокойно продолжать вот и наши первые шаги в этой игре ой какие мы умницы опять уже сразу же влезли в текстуры ну что возьмем первый ящик вы набрали немного оружия теперь нажмите правую кнопку мыши чтобы открыть оружейную панель когда оружейная панель будет открыта выберите оружие нажав левую кнопку мыши и перетащите выделение при помощи мыши если оставить оружие выделенным вы получите базовое указание по его использованию это делается у так и вот у нас граната особая составляющая вооружение поджечь а и прицелиться и зарядить лкм вот мы выбираем и а это выбрать количество времени давайте вот две секундочки поставим и прицелимся а и так ветра пока что нет давайте вот так вот примерно бросим но неудачник я ладушки на не эти бухи и черви нам все равно ничего не сделают как правило червяки обороняются но эти они явно слишком усердно что-то отмечали так вот воспользуйтесь моментом и избавьтесь от них ну гранаты не мое поэтому будем искать себе оружие по хорошему вот такое вот так самое главное играть дают только за уреля все остальные ребята ждут чего-то чего непонятно так кстати вы заметили радар он показывает на карте положение каждого червяка и каждого ящика очень полезно когда срочно надо что-то найти нам тут нужно из грядки вылезти о флауи приветик я цветик по имени цветовый я ладно так и последний ящичек вон там время бесконечное так что мой ой давайте по тебе полазил давай так оскорбление сквернение червяков то чем мы будем заниматься на протяжении если быстро дважды нажать пробел то получится скачок пригодится если нужно забраться на высокий объект помните что направление прыжка можно немного менять при помощи кнопок управления вот но часто все это так круто и легко но обычно почему-то все очень плохо с прыжками но такое во всех червяках неудобно передвигаться так ну что любимый дробовик потому что с ним я точно попаду о боже мой боже мой ты сейчас умрешь первый пижон так давайте вот так вот станем чтобы ты точно отправился на корм рыбам нет он не отправился на корм рыбам но может сейчас умоется и протрезвеет полегче ему станет ну чё чувак нормально все хорошо я тебя взбодрил отлично когда вы атаковали врага заметили ли вы число которое появилось над его головой это число обозначает сколько единиц здоровья отняло ваша атака посмотрите на червяков на карте над головой каждого обозначено число это количество здоровья когда вы когда здоровье становится равно нулю червяк гибнет если человек попадет в воду он гибнет мгновенно чем мы сейчас и пытались заняться ну и давайте его отправим червяком гирей но вообще-то это мега удар и все но в принципе мы бы его и так добили бы отлично один противник уничтожен но бой вы выиграете только когда расправитесь со всеми остальными вперед чет за а это он взорвался но бывает мы крутые парни не обворачиваемся на взрывы ну чё слугер с английским я абсолютно плохо знаком поэтому я не могу расшифровать все таких хохмачки которые они скрывают в именах а обычно всегда имена ботов весьма забавный так ну что отправим мы тебя в воду конечно же мы тебя отправим воду вот и обычно я вот предпочитаю использовать вот такое вот оружие снайперские винтовки дробовики всякие ближнего боя ну потому что с остальным я не лажу так ну ладно давайте для разнообразия мы тебя с базуки то вот мы можем так вот открыть посмотреть карту что есть как и все в университете вроде ничего нету я конечно же могу сейчас проверить но вроде в обучающихся уровнях текстуры не разрушаемые поэтому сейчас это я просто бессмысленно занимаюсь фигней тук-тук мазафака я дурак профессор я пришел сдавать зачет профессор ну да в обучающихся миссиях текстуры не разрушаемые ну и на самом деле в 3d сложно было реализовать прям классное разрушение поэтому эти разрушения не настолько эпичны как в 2d так а точно мы же тебя с базуки хотели убить не повезло тебе парень ну что вот прям впритык вот по сумочным на тебе нон ты не помер да ты не помер физи поп файзи поп файзи поп чё-то я готовьтесь к неадекватно я люблю последнее время прям сходить с ума так что вы готовьтесь так и вон последний остался ну давайте вот так сделаем парень попадем мы тебя вот так вот попадем все один отправился вы схватываете все на лету от первой победы вам вас отделяет всего один червяк поскорее покончите с ним так продолжим так 2 здесь а я не прочел имя третьего я извини я не почту твою память назвав твои имя ну а ребята стоят и глазеют аурель делает всю работу а ребята глазеют так ваши успехи впечатляет вы быстро учитесь и выжили в первом бою добро пожаловать в университет итак ложитесь сегодня пораньше а завтра с утра приступим к учениям кстати меня зовут профессор червинг червингль я буду вашим наставником поздравляю с первой победы я уверен у вас все получится я не хочу здесь менять еще голоса я его я до сих пор не могу отойти от undertale меня до сих пор мне до сих пор плющет я умираю просто и я до сих пор его лекарства чтобы отойти от всего этого подготовьтесь к следующей главе этого триллера была окончена вы получили пять единиц кредитов а первый раз кажется когда проходишь в игре получаешь десяточку но да ладно ну что мы продолжаем не спортивное поведение команда мне нужна ваша помощь сейчас я покажу вам великолепный стадион кстати собственность нашего университета только в общем как вам сказать его надо почистить идем уверен что в процессе вы сможете научиться чему-нибудь полезному тут кстати все миссии ну кроме обучающихся можно проходить на время и это дает больше кредитов но знаете что пошло но все задницу это время потому что я абсолютно ненавижу делать что-то на время наверно никто не любит когда что-то делать на время университет червик реля располагает уникальными возможностями только посмотрите на этот великолепный стадион совсем недавно мы принимали великая великое сражение и разбили наших за пятых врагов отлично поиграли а наши противники позорно продали этот стадион принадлежит университету я видел как наша команда победила давних соперников местную команду соперники конечно же были недовольны и отказались покинуть стадион так и сидят и мы не можем избавиться от них я привел вас чтобы вы помогли сделать это оружие находится в ящиках кстати не пропустите ящики с полезностями то что в них содержится поможет вам перемещаться по карте ну как готовы начнем на этот раз вы будете сражаться по очереди ваш ход будет заканчиваться как только и сечет об отпущенное на него время и если вы воспользуетесь оружием или поранитесь будьте осторожны те ребята покрепче тех с которыми мы имели дело в прошлый раз и они обязательно будут давать сдачи так ну что аурель врывается так что у нас ничего из оружия нет кроме скакалки вообще-то на самом деле скакалки можно удушить помните что подобрав новое оружие вы должны открыть оружейную панель и выбрать новое оружие откройте оружейную панель правой кнопкой мыши вот и я хотел бы посмотреть как вот такой червяк подходит к ближнему да и начинает душить скакалкой другого червяка это забавности что-то в последнее время видео вот говорят да видеоигры агрессию прививают в покемонах я там прямо злобными делами занимаюсь так вот тут ящик с полезностями нам дали практически полторы минуты на ход так что можно так веревка с крюком он я вижу второй ящичек так что так ну ладно сейчас его возьмем и или давайте знаете как мы сделаем веревка с крюком команда внимание вы можете добраться до этих червяков ящиков возле камер при помощи веревок с крюком нужно встать на бочку и метнуть веревку в цель находящийся выше чтобы добраться до платформе нажмите и и подтягивайте себя вверх так это вот делается вот так веревочки здесь немножечко по-другому реализованы так мы здесь бейсбольная бита и парашют ну и давайте возьмем вот так вот это делается наверное вот так вот и вот так вот что я сейчас натворил скажите мне а кстати наши юные ученые немного поиграли со свойствами веревки теперь это не просто веревка теперь веревка может даже хватать предметы например ящики как только на подцепиться к ящику его можно будет подтащить при помощи и и оттолкнуть при помощи цех ваш ход закончен сейчас ход противника наблюдайте за его действиями гранату бросаешь да хому ну и что и получается первая кровь у нас у хомы я там не понял аурель у нас что-нибудь получил или нет нет аурель остался цел до черты мышка то аурель остался цел так что до первую кровь у нас пустил хома этим оружием нужно вот так вот пользоваться вот берешь вот так вот повыше лучше даже раз и у так вот и она должна да вот так и нужно пользоваться офенсив так так ой сейчас вы намучаетесь со мной до базука хадукин ой адекватность наша все так ребята но на самом деле что до покемоны у меня достаточно адекватное прохождение а на смену under tell кстати under tell я не бросил но после червяков и его начну чтобы знаете как-то немного отойти от всего этого бреда я обещал там конечно же всего лишь две недельки но это все затянулось уже надолго уже кажется недели три я не записываю under tell но неадекват к вам приходит и несут его черви так что так отлично прекрасно не останавливайся пока от всех не избавишься но теперь у нас и фокс получил на самом деле единственная моя ошибка которую я сейчас совершил что в основном до сейчас фунексу в основном как джо обращаются фунексом я не помню чтобы его уже давным давно назвали так тебя нужно сбить парень но я думаю ничего страшного не случилось от того что у нас оказался фунекс ну и красиво мы красиво красиво квартир бека скинули но он все равно не умер сволочь каска его наверно спасла но этот мазила бывает на самом деле все когда-то промазывают все когда-то ошибаются знаете так ну чё а у продолжай нести карающую руку ох так сделаем вот так вот нет не достанем так что ну наверное все таки нужно хотя бы одного зацепить так что давайте все посыпалось и white racer или как там называет а так у нас там еще один сверху до засел так на карте я больше ящиков не вижу так наверно нужно добивать ребят и добивать мы будем битой вот те раз и а из-за того я потом приду чувак тебе от меня не скрыться и несмотря на то что вы играете в американский футбол я вам покажу и елки-палки американский бейсбол а вы будете мечом так ну давайте доберемся до этого парня иди сюда красавчик white ай давайте я не буду их читать потому что это прям позорище какое-то так парень опа получай нужно текать текаем ну что он мертвец я остался у нас а их двое осталось один на трибунах и один там сверху да вот это сейчас фоксу между ушей пролетело надеюсь никто будет не задет тем что я сделал их червячками дал им их имена потому что вроде но это я сейчас опять загоняюсь но надеюсь все пройдет нормально и ребятам будет приятно то что они принимают участие во всем этом безобразие под названием ворн или на динамите взятая ставить другого таймера так 78 ну и все мы а нет еще один еще один остался всего один противник все идет по плану лишь только дедушка ленин в липовый мед превратился этот все против журналюк до выступаешь не нравится тебя так что может сделать аурель где он он там я думаю аурель может сделать вот так вот так парашют мы потратили и теперь вот так вот веревочкой вот жалко туда нельзя достает а то я очень хотел бы оказаться на том державле но не дают так лайнбаркер ты отправишься я же сказал что я вам покажу бейсбол американский хоум рам господи хоум ран это вообще из этой оперы или я опять брежу и это не сюда не в этот вид спорта кто знает расскажите так он уже здесь фунекс но играет fox ну ничем он сейчас блин мы не сможем пробраться до через эту дырочку да ну ладно ну и как бы так с тобой красиво покончить но давайте попробуем лимонку конечно же но блин я же не умею и пользоваться максимум на что у меня хватает это вот выставить единичку вблизи и садануть хоть как-то ну вот так вот я использую все метательные оружие на самом деле ну кстати пока что они тоже также используют оружие метательное но это пока что потом они нас будут карать и и опять самого дальнего червячка выбрали у нас и нужно ползти так опаньки и опаньки так ладно не будем выпендриваться и просто динамит вот тебе лайн бакер получай ну и до свидания парень так ну и последняя третья обучающая миссия вроде у нас и потом мы закончим серию и новую начнем с компании поздравляю вы отлично справились из вас получится замечательная команда сейчас давайте вернемся в университет вас надо подлатать вы молодцы спасибо большая пять монеточек вот секретная лаборатория майком вы отлично учитесь схватывайте все на лету поэтому я открою вам тайну и так наденьте повязки и не подглядывайте нам предстоит пересечь водную гладь и мы окажемся в сверх секретном месте сверх секретное место ну посмотрим посмотрим что нас ждет там попробуйте режим низкой гравитации с помощью ворум пата что это такое я не знаю немножечко безысходно все это выглядит секретная зона университет черви червенкля испытательная лаборатория долгие вот это паузы в таких роликах где текст не я сам щелкаю якорь так а вот шлюпочку я сейчас бы нашел бы мне интересно на нее глянуть конечно же она нам ничего не даст но все равно я вот сколько играл в эту миссию я ни разу не видел здесь шлюпку добро пожаловать в лабораторию разработки вооружения мы находимся на острове в тайном месте но где мой ассистент а вот и он команда это майк майк мой самый умный студент эта лаборатория создана по его проекту и разработкам всем привет сегодня вас привели в лабораторию чтобы вы приняли участие в испытаниях моего последнего творения кибер червей погоди немного сейчас мы укроемся за этим большим защитным экраном окей я включаю кибер червей не волнуйтесь у меня все под контролем у профессора тоже ой 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 ои ой ой не то там что я уже тысячу раз все это переиграл и поэтому мне все это знакомо Команда, мой предположительно очень умный ассистент Майк поставил нас в неприятную ситуацию Киберчерви уже в сети и запрограммированы на сражение Судя по всему, только вы можете их остановить В этот раз вам придется собирать ящики с оружием Откройте оружие на иные панели и загляните, у вас уже все есть Видите ли, мы с Майком, в общем, у нас дела Мы не можем ничем вам помочь Удачи Понятно, но, во-первых, что я здесь хочу Я хочу, где этот профессор, я к ним все-таки хочу подняться И посмотреть, какими они интересными и важными делами занимаются для науки Вот какой-то что-то дымится Они сбежали просто, они даже не спрятались, а просто сбежали Ладно, что у нас есть? У нас есть дробовик Пока вы еще не начали стрелять, должен вас предупредить Раньше ваши поля боя были неуязвимым Но теперь лаборатория вышла из-под контроля и стала очень уязвимой Будьте осторожны, хорошо? Да, это вот первая Миссия, которая Че ты орешь? Че ты кривишься-то? Так, ну ладно, полки и шок сейчас у червячка-то заберем И уже будет хорошо Так что так Так, у нас опять четверо Но на самом деле, в общем, хоть команду дают и на шесть человек В компании шесть человек я вообще ни разу не помню, чтобы они хоть где-то в шестером выступали Поэтому у нас будет такое смещение, знаете, типа Поиграли, 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 ребята Я их переименовал и как бы А те, которые оставались в конце, сдвинутся вперед И то есть такой в порядке живой очереди Я думаю обхватить всех ребят с ТГР Эй, парни, у меня получилось заставить лабораторию работать Смотрите, это ящик здоровья Если у вас будет плохо со здоровьем, ищите такие ящики Я буду помогать вам и скидывайте, как только будет возможность Значит, так, кстати, там на острове бывает довольно ветрено На некоторые виды оружия влияет ветер Так что обязательно учтите это, а не то он снесет ваши снаряды Следите за направлением и силой ветра И да, теперь у нас начинается Но мы сейчас возьмем и... А у нас веревки нету Блин, блинский А как мы до того ящика попадем? А, у нас есть реактивный ранец Да, промазал Но бывает, ребят Как я уже говорил, все могут ошибаться Давай И здесь у нас пулемет И это турелька Сейчас мы его давайте вот так вот сделаем Где ты? Вот ты Парень у нас Вот вам Ладно, убьемся, не убьемся Блин, он все равно рядом с нами А он-то, сволочь-то, не двинулся Этот червяк-то Но они теперь двинуться точно не смогут И, значит, мы займемся другими ребятами Что у нас тут есть такое крутое и мощное Супер овца А, просто овечка Так Ну, на самом деле, я думаю, нужно вот сделать вот так вот И что же мы тут сделаем? Вот давайте вот эту вот штуковину Вообще-то она больше напоминает мне видеокамеру Я всегда с собой беру видеокамеру Так Выбрали червя Нет, лучше вот так давайте выберем червя А теперь берем и вот сюда вот так вот стреляем Но тут плотно, плотно, плотно Ракета, наверное, не до... Нет, мы не червя выбрали Ох Чего? У них тоже есть это оружие? Вот же с полочи Ну ладно Всякое бывает С кем не бывает Ну ладно Сейчас мы отомстим Фонекс сейчас все сделает Так Главное самому на турель не попасть, блин Точно, я хотел лодку найти И... А он и лодка Спрятались В принципе, весьма неплохо спрятались И чувачок сейчас неплохо отхватил Он, кажется, 75 Да, и наметенно носит 75 Блин, спрятались, называется Он нас все равно увидел Уши нас подставили Не будь ушей Мы были бы ниже Вот Вот сложно ему Вот прям Че он делает? Парень Остановись Успокойся Успокойся Тактическое действие Вот всего этого Объясните мне В чем была тактика? Или я не улавливаю месседжа? Так Теперь Первой Пулей мы отправляем этого К праотца И прям К фу А-а-а-а Прости Ну, а вторых Второй пулей мы заставим Этих ребят двигаться Давай, пулемет Покажи Че ты остановился? Ну, он неплохо Таким Второй аж сотни получил И тот еще 10 от взрыва Ну, все Отлично Главное Нужно не забыть Что там стоит Пулемет А то А сможем ли мы Сейчас Фоксом-то сходить-то? А то он прям Под самым Пулеметом Находится Так Будем надеяться Что он не увидит Так вот Прячемся 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 Так Дробовик у нас Закончился Значит, да? И у нас Два червя осталось Вот тот Который Сам Добровольно Подошел к воде А давайте Что ли Вас Немножечко Порадуем Криво запустил Криво запустил Криво запустил Ну ладно Но он все равно Жив Сволочь Я вот Абсолютно Знаете Не запоминаю Сколько там Оружия Чего Наносит Забивать Голову Цифрами Я всегда Не любил Вот прям Не любил Не любил И я Просто Вот так На глазик Выбираю оружие Какое-нибудь И стреляю Хотя думаю Под конец игры Я все-таки Позапоминаю Хотя бы половину Потому что Без этого Я думаю Точно нам Не справиться Так Кто следующий У нас ходит Нам то нужно Ну как обычно Сейчас мы Залазим вот сюда Того червя Мы Стоять Че ты ко мне Повернулся Вот нужно Того червя Отправить В движение Блин А у нас Дробовик Закончился Ладно Справимся С тобой С базукой Где что Ну Вот так Наверное Да Ну и все Хотя я думаю Мы то его И базукой Убили Но зато Он на мостике Помер Как настоящий Пират Несмотря на то Что он Скибок Эй Остался только один Вы почти смогли Давайте Еще чуть-чуть Он же Сейчас опять Будет измываться Над Фонексом А нет Над Фоксом Извините Фокс Конечно же Хотел Оказать Сопротивление В рукопашную Но у него Не получилось Так Пора спасать Фокса Но вот Беда то в том Что если мы Сейчас Да Как то Того Заденем То мы Заденем А У тебя нет Бру Вот Мы сделаем Вот так Вот Чтобы Фокс В обучающей Миссии Остался с нами Все Миссия Закончилась Мэй Короли Обучение Мы с вами Тоже Прошли Кошмар Моя лава Артория Это Катастрофа Тихо Мэй Ведь то Был всего лишь Тест Верно Мы уже Полностью Взяли ситуацию Под контроль Но Поздравляю Да Вы отлично Прошли Наш Тест Вы готовы Выйти в реальный Мир И выполнять Настоящие Задания Так что Ёшкин код Сейчас у меня Цифра к фпс Скочнула Аж до 270 Благодаря вашим Стараниям Девольские планы Профессора Сорвались Ваша команда Выиграла И может быть Спасла весь мир А может и нет В любом случае Вы потрудились На славу Давайте что ли Заскочим Закупку предметов У нас сейчас 195 И в принципе Что то мы можем Даже и купить Мы можем покупать Вот карты Все карты Которые Мы проходим Каждую миссию А или я Что то покупал Все таки Я не знаю Так Но в первую очередь Я думаю Что нужно покупать Оружие Стиле игры И шляпы Вот это Руки Глаза Усы Вот это Все Конечно же Приятный бонус Но блин Мы их не видим Все равно Так Стиль игры Мы можем Загадочный тип Взять Что это за Загадочный тип Я не знаю Но да ладно Ну и в принципе У нас 45 Давайте Закупим Парочку Миссий Ладно Будем уж А они по Имени Выкладываются Поэтому Вот Университет Червикля Был в самом конце Все нормально Ну уж Простите Что у нас Все карты Открыл Брат мой Но он Их не покупал А мы будем покупать Так Ну и все 15 Больше мы ничего Не купим А больше тут Вроде ничего и нету Да Трофейная Че он там Хоть за За трофей То взял Прям интересно Один выстрел Три трупа Неплохо Так Значит Да Требование Урон Больше урона Еще больше урона Серебряный урон Ладно Не будем во все это вникать Все равно Мы не сможем Получить их всех Ну ладно ребята На этом я думаю Закончить С вами был Гремлин Серж Это было Вормс 4 Майхем И Нужно узнать Вашу реакцию Хотя пока Первая серия выйдет Я уже наклепаю Достаточно много Ну все До свидули Подписываемся на канал Смотрим видео Других ребят Которых У меня в команде Те ребята Которые у нас в команде Также снимают На Таурс Гейминг Ревайвл Видео Если это первое Самое видео Которое вы открыли Переходите к ним Ну подпишитесь Я уже сказал Ну и комментарии Моя речь Ты такая же упоротая Как Undertale Не хочу я смотреть Этот гребаный Видеоролик Редактор субтитров Продолжение следует...